Уважаемые слушатели, тема мини-лекции, инструкции для вас, уважаемые слушатели, студенты, это гемостаз, свёртывание крови, фибринолиз, противоствёртывающая система крови. Прежде всего, наверное, вы помните и знаете о важнейшей функции крови. Это защитная функция крови, то есть свёртывание крови, о чём мы сейчас поговорим. Прежде всего, для свёртывания крови вы должны знать, а возможно, повторить, освежить в памяти. Существует несколько факторов свёртывания крови. Они имеют определённые названия, обозначаются ринскими цифрами. И, например, фактор один – это фибриноген, белок крови, четвёртый, скажем, он и кальций и так далее. И многие имеют названия по фамилии учёных, которых описали. На английском языке для студентов английского отделения. Механизм свёртывания крови может, например, начинаться с первого, нужно знать, что с какого-то механизма. Например, повреждение стенки сосуда вызывает включение внешнего фактора свёртывания крови. Вообще, в свёртывании крови можно различить для себя и запомнить. Существует три этапа. Первый – это каскадный механизм активации фактора свёртывания крови специальных ферментов, указанных выше. Второй этап происходит далее – включение протромбина в тромбин. И третий этап – это перевод водорастворимого белка фибриногена в фибрин. Таким образом, ещё раз, для вашего внимания, различают внешний путь свёртывания крови и внутренний путь свёртывания крови. Для того, чтобы для себя различать, следует знать, что внешний путь свёртывания крови начинается с повреждения стенки сосуда, высвобождения тканевого фактора тромбопластина, и дальше протекает определённый каскадный механизм, который нужно запомнить и разобраться с ним. Внутренний путь свёртывания крови начинается с агрегации тромбоцинтов, перевода приколикрина в коликрин и активации. Далее сейчас мы будем посмотреть из 12 фактора свёртывания крови, фактора хагемана. Ну, как известно, мы уже сказали, свёртывание крови – это защитная функция крови, и показаны следующие этапы. Для студентов англоязычного отделения – это внешний путь свёртывания крови, существует схема, и внутренний. В данном случае экстренсик – это внешний. Допустим, ещё раз. Происходит повреждение стенки сосуда по внешним. Освобождение от тишус-фактора – это третий тканевой фактор тромбопластин. Разрушаются, происходят фосфолипиды в клеточном обране, ионы кальция необходимые. Тканевой фактор воздействует на следовые количества седьмого фактора, который включает, так идёт, каскадный механизм. Десятый фактор стюарта переводит в активную форму. Таким образом запустился механизм, прошёл каскадный механизм активации фермента. И вторая стадия – проттромбин переходит в тромбин и имеет четыре эффекта, скажем здесь. В данном случае включает седьмой неактивный, потому что это следовые количества работали. Переводит к активации пятого фактора, он воздействует на десятый. Переводит к активации фибриногена фибрин третьей стадии, и происходит активация тринадцатого фактора. Это фермент трансглутаминаза, называется фибринстабилизирующий фактор. Таким образом включается внешний путь свёртывания крови. Ну вот, к примеру, скажем, все этапы на русском языке. Схема для вас в процессе свёртывания крови можно посмотреть. Это внешний путь свёртывания крови, у вас смотрели. Существует внутренний, мы сказали, начинается с агрегации тромбоцитов. Здесь больше факторов. В первом, в каскадном механизме, вторая стадия также про тромбин, тромбин, фибриногена, фибрин. Здесь происходит агрегация тромбоцитов, перевод приколикрина в коликриин. И воздействие на 12-й фактор хагемана, который тоже может воздействовать на следовые качества 7-го и включает разделение условное и внешнее. Дальше 12-й включает 11-й, 9-й, тоже 10-й. И здесь дополнительный фактор активации – это 8-й антигемофильный фактор. Факторы отличаются механизмом, ферментами и отличаются по времени. Опять же, схема перед вами внешнего и внутреннего. Очень важно для активации факторов 2, 7, 9 и 10, что значит активация? Активация – это перевод за счет реакции частичного гидролиза ферментов с первичной структурой в третичную, в активную. И в активации факторов 2, 7, 9 и 10 очень важно, что в активном центре аминокислота, поскольку ферменты – это белки, они состоят из аминокислот, глутамат аминокислота в гамма-положении в активном центре, должна дополнительно карбоксилироваться, то есть должна получиться гамма-карбоксиглутамат. Для этого необходим фермент глутамат карбоксилаза. Ко ферментам этого фермента является витамин К. И при недостатке витамина К, то есть первая стогадия, каскадный механизм активации ферментов, в данном случае 2, 7, 9 и 10, невозможно. Антивитаминами К, в данной схеме показано, являются декумарол, пилентан, синкумар. Это антивитамины, они похожие на витамин К, но не могут выполнять его функцию. В данном случае процесс не пройдет, активации изменения, химическая модификация, дополнительно карбоксилирование аминокислоты этих ферментов. Но если не будет каскадного механизма, при дефиците витамина К, дальше про тромбин в тромбин не перейдет, фибриногенфибрин, то есть процесс свертывания невозможен. Это роль витамина К. В вашем внимании очень хорошая таблица, можно разобраться, поработать. Это лекарственные средства, влияющие на тромбообразование. И следующий вопрос. Таким образом происходит свертывание. Это разница, механизм, роль витамина К. Что такое противосвертывающая система? Поскольку существует 13 факторов свертывания крови, то каждый фактор имеет антифактор. Каждый универсальным, еще мощным антифактором является антитромбин-3. Обратите внимание, посмотрите, разберитесь. И является гепарин, который препятствует переводу протромбина в тромбин. Ионы кальция, соли, лимонные кислоты, которые цитраты связывают кальцию, предупреждают, например, процесс свертывания, который необходим для первой стадии. Таким образом, гепарин, антитромбин-3, антитромбопластины, антагонисты антигемофильных глобулинов. Роль гепарина для студентов английского отделения. Далее, после образования сгустка и препятствия кровопотери крови из стенки сосуда, через определенное время, скажем, сутки-двое, стенка восстанавливается. И вот это сгусток крови, который состоит из нерастворимого белка фибрина, нужно растворить. Он разбилок до остатков аминоксилота, за счет гидролиза. Для этого происходит дальше растворение сгусток фибрина, процесс фибринолиза. Для этого необходим процесс следующий. Это активация плазминогена фермента крови. И плазмин, фибрина, дальше способствует растворению сгустков фибрина, происходит их распад до остатков аминокислот. Активатором плазминогена, плазмин и дальше растворение сгустков фибрина является приколикрин, например, стрептокеназа, урокеназа, лизокеназа, представленные выше активаторы. И таким образом происходит процесс фибринолиза. Вот плазминоген переходит в плазмин, и фибрин растворяется до остатков аминокислот при помощи урокеназ, каликриина, различных тромболитиков. Выше представлена вам схема. При недостатке восьмого фактора свертывания крови развивается такое заболевание, как гемофилия. Это наследственная болезнь, при которой происходит изменение процесса свертывания крови, нарушение процесса коагуляции. И, возможно, естественно, у больного будут возможны кровотечения. И таким образом разобрать, что же такое гемофилия. Вашему вниманию после краткой презентации, над чем вы должны поработать, для мозгового штурма и осмысления предлагаю вам следующие вопросы. Так какие факторы свертывания крови, сколько их, зачем они нужны, сколько путей свертывания крови в организме и их отличия, что такое фибринолиз, какой фермент нужен для запуска процесса фибринолиза, противосвертывающая система крови, чем представлена. Спасибо за внимание.